Первый анализ на ВИЧ-инфекцию в Сочи был взят ровно 30 лет назад, за год до официального провозглашения 1 декабря – Всемирным днём борьбы со СПИДом. С тех пор на курорте стала активно распространяться информация о статусе пандемии и оказываться содействия прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. Три пути передачи у нас – половой незащищённый секс, паранторальный контакт кровь-крой и вертикальный от матери к ребёнку. Воздушно-кабельным путём, через поцелуи, через рукопожатие ВИЧ-инфекция не передаётся. Эту информацию, пожалуй, знает каждый сочинец. Тем не менее, с начала этого года было выявлено 114 новых случаев заболевания ВИЧ. Об этом сегодня рассказала начальник городского управления здравоохранения во время брифинга. Марина Вартазарян отметила, что почти 53% от общего числа инфицированных заразились половым путём. Из них примерно около 14% составляют однополые пары. Если вспомнить о прошлых годах, то в основном на первом пути был паранторальный путь передачи. Сейчас, к сожалению, ситуация у нас меняется. Особую опасность представляют наркотики. Александр узнал о своём заболевании 10 лет назад. Употреблял героин. Теперь жалеет, что вовремя не обратился за помощью. Не надо тянуть. В любом случае, сдать анализ его надо. И здесь есть врачи, которые, во-первых, дадут хоть какую-то психологическую помощь. Если бы я раньше начал употреблять эту терапию, то в первую очередь я бы точно никогда бы никого вообще не заразил. И сам бы довольно лучше бы себя чувствовал. ВИЧ-инфекция ещё не приговор. С этим можно жить. Но главное – начать лечение на ранней стадии. Иначе инфекция перерастёт в СПИД. А это уже смертельный диагноз. ВИЧ-инфекция протекает бессимптомно. Поэтому чем раньше сдать анализ на выявление этой инфекции, тем лучше. Сдать анализы можно двумя способами. Либо забором крови, либо вот таким специальным тестером. Результат будет готов уже через 20 минут. Пройти предварительное обследование можно в Центре медицинской профилактики и в разных лабораториях. В том числе и в таком сертифицированном медицинском автомобиле. До 4 декабря анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ можно во всех поликлиниках города. И на этом не ограничились. По инициативе городского управления здравоохранения сегодня стартовала новая профилактическая акция «Маршрут здоровья». Сегодня это целевой день. Сегодня мы первый раз это пробуем, потому что это совместный проект управления здравоохранения с управлением транспорта, поскольку на отдельных маршрутах наши специалисты будут в автобусах вести профилактические беседы. Первую консультацию сегодня получили пассажиры 125-го автобуса, следовавшего по маршруту от 4-й горбольницы до ПСОУ. Каждый человек должен регулярно сдавать тест на ВИЧ, желательно один раз в год, чтобы при необходимости специалисты нашего центра могли своевременно оказать ему лечение. Такие профилактические лекции с участием медиков планируют проводить еженедельно. Темы будут меняться. Помимо консультации врача в общественном транспорте появятся и видеоролики о профилактике и лечении тех или иных заболеваний. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.